Александр Викимчук На ее пути, горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. На ее пути, горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. Ну вот, теперь, когда вы уж много обо мне знаете, знаете, что зовут меня Женя Прохоров, что мои родители погибли во время Ашхабадского землетрясения 1948 года, что воспитывался я в Липецком детском доме, откуда меня семилетним взяли в Московское хоровое училище, знаете, что я выучился там петь, что стал даже солистом в хоре мальчиков. Вот теперь, когда вы все это знаете, я расскажу вам про свою первую любовь. Но прежде я попрошу вас еще раз послушать мою пластинку. Вы сейчас поймете, для чего мне это нужно. Не прошла зима, снег еще лежит, но уже домой ласточка спешит. На ее пути горы и моря ты лети, 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 ласточка моя. После того концерта, где я в первый раз пел «Орленка», к нам в училище пришел композитор, автор этой самой песни, которую вы слышите сейчас, и сказал, что хочет, чтобы его песню исполнил мальчик, чтобы ее исполнил я. Владимир Константинович не возражал, и очень скоро меня вызвали в дом звукозаписи на улице Качаловой, и там под оркестр, первый раз в жизни под такой аккомпанемент, я спел эту песню. А потом, тоже впервые в жизни, слушал свой голос в записи. Помню, что и тогда я едва узнал его, а теперь уж и говорить нечего. Не прошла зима, и земля бела, но уже вдали машут два крыла. На ее пути горы и моря ты лети, 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 ласточка моя. А еще через месяц или два после того, как я побывал в доме звукозаписи, композитор подарил мне три новенькие грампластинки в цветных конвертах. Одну из них с его дарственной надписью я решил хранить до конца дней своих и никогда не касаться ее иглой. Вторую, которую вы слушали, я тогда же прокрутил сто раз подряд, забравшись после урока в учительскую, а третью, третью пластинку я подарил, я подарил ее Майке Вяземской, сестре Гошке, чей телефон Д-3-0-0-8-2. Я не знаю, когда теперь позабуду. Д-3-0-0-8-2. Д-3-0-0-8-2. Она пригласила меня на день рождения. Она в тебя влюбилась, дура, сказал мне Гошка Вяземский, передавая ее приглашение. Ну и вот теперь вам понятно. Что я еще вспоминаю, когда кручу эту пластинку? Не прошла зима, и земля бела, но уже вдали машут два крыла на ее пути. Горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя, на ее пути. Горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. Да, еще одно. Перед тем, как я расскажу вам о Майке Вяземской, в тот день в доме звукозаписи я видел и слышал Сергея Яковлевича Лемешева. Наверное, это вам будет интересно. Стоп! Это дирижер спрашивает звукорежиссера про мою песню. По-моему, нормально. Да, по-моему, тоже получилось. Ну, а что ты скажешь, Женя? Как тебе самому нравится? Я сказал да и расплылся в такой счастливой улыбке, что до сих пор стыдно. И в этот момент вошли двое, мужчина и женщина. Здравствуйте! Слышите, узнаете? Я тотчас узнал его голос. Такой уж это особенный и неповторимый голос, что его сразу узнаешь даже по одному здрасте. А потом узнала в лицо. Хоть мне ни разу не выпадало счастье своими глазами видеть Лемешева на оперной сцене или в концерте, зато я раз сто видел кинофильм «Музыкальная история», где Сергей Яковлевич играет шофера Петю Говоркова. К сожалению, я не запомнил фамилии той певицы, которая была с ним. Помню только, что Лемешев называл ее Танечкой. Ну как, можно начинать? Пошли, Танечка. Сейчас, одну минуту, Сергей Яковлевич. Всего хорошего. До свидания, мальчик. До свидания, Женя. Надеюсь, еще встретиться как-нибудь. Они все ушли в студию, и в аппаратной остались только мы с лысым звукорежиссером. И вот я сижу и смотрю в широкое двойное окно, за которым был виден симфонический оркестр, был виден дирижерский пульт, журавли, микрофоны, был виден пюпитр, у которого встали рядом Лемешев и Танечка. Было видно, как Сергей Яковлевич, церемонно раскланившись перед дамой, снял пиджак, повесил его на спинку стула, оттянул к низу узел галстука, распахнул по свободней ворот рубашки. Все это он проделал с видом человека, собирающегося взяться за тяжелую работу. Ну, пойдем без пробы. Берем за основу вчерашнюю третью репетицию. Хорошо, я вас понял. О, милый мой, ты песни соловьиной так испугался, о, не соловей. Он каждый день на дереве граната... Я думал тогда, как это хорошо, что Петр Ильич Яковский оставил в стороне разные огорчительные события, которых так много в книжке Ромео и Джульетта. Не знаю только, с чего я так думал тогда, ведь я еще не был влюблен в майку Вяземскую. Известное дело Шекспир, но Чайковский взял самые главные, самые прекрасные любовь. Любовь Ромео и Джульетты. «Помни, я думал о том, что у Танечки прелестный голос и что он мне очень нравится, но насколько для меня был важнее другой голос. Голос Ромео, голос Лемешева». Вот он. Нет. Я обмираю от каждого звука. Нет, это несказанное чудо, это чудо из чудес. Лемешевский голос. Еще всякие странные посторонние мысли лезли мне в голову. Я вдруг вспомнил, что Джульетта совсем девчонка, ей было-то всего 14 лет, а мне уже 13. Пусть будет так тупру я, но сладко мне и умереть по твоему желанию. Потом, когда они допели и пришли послушать запись, я подумал, как они должно быть устали, если даже я немного устал, потому что изрядно волновался. У Сергея Яковлевича было озабоченное лицо. Нет, нет, Самой Лаврович, что-то у нас все-таки еще не получается. Ну что вы, Сергей Яковлевич? Ну что вы, Сергей Яковлевич? Ну, может быть, это ничего, но нам-то нужно, чтобы было хорошо, а то самим же будет противно слушать собственную пластинку. Ну, хорошо. Так что давайте не поленимся и повторим еще разочек те места, которые у нас пока что маловыразительны. Ну, Сергей Яковлевич! Ну, Танечка, еще разочек. И он направился к дверям. Танечка и дирижер, обменявшись вздохами, покорно двинулись следом. Звукорежиссер взглянул на часы. Наверное, ему было пора обедать. Я попрощался с ним, он мне ответил, и мне показалось, что в глазах его была насмешка. Вот, мол, Прохоров, тебе и одной репетиции хватило, а товарищу Лемешеву и четырех мало. Но, видно, не зря так меня захватила эта история Ромео и Джульетты. Видно, пришла, и мне пора влюбиться. Сегодня день рождения Майки Вяземской. Я танцую с ней. Это уже пятый танец подряд, и будет еще двадцать, и больше, и все танцы я буду танцевать с ней. Я уже подарил ей свою пластинку с надписью поперек круглой этикетки, Майки Вяземской с добрыми пожеланиями и роспись. А на самой этикетке можно прочесть песня такая-то, композитор такой-то, поет Женя Прохоров. Я уже рассказал ей про Лемешева и был ужин, и теперь танцы. Я танцую только с именинницей, а именинница танцует только со мной. Мы танцевали и смотрели друг на дружку. Мы были очень близко, и она мне показалась жутко красивой. Знаешь, у тебя вообще-то какой-то особенный голос. Я еще никогда не слышала такого голоса. Мы танцевали, и я думал, почему так? Ведь Майка была точной копией своего брата Гошки Вяземского. Полная одинаковость, как две капли воды. И вот поди, что у Гошки была обыкновеннейшая физиономия, а Майка... Майка была красавица. Делайте погонки. Ты знаешь, у тебя исключительные данные. Да. Это не только я так считаю. Так все считают. И мама с папой. И все знакомые. Все говорят, что у тебя исключительные данные. Понимаешь? Мы танцевали, и я думал, с чего это ее брат Гошка называет ее дурой? С чего это он решил? Мало того, что она красавица, думал я, она еще и умница. Может быть, она потому такая, что у нее папа с мамой умные, и знакомые у них, наверное, все умные. И тут пришла ее мама. Ребята, ребята, ну как же вам не надоест? Ну, танцы, танцы, одно и то же. Ну, хотя бы вы поиграли во что-нибудь. Ну, а во что? В карты, что ли? Футбол? Гош, ну при чем же тут футбол? Есть же человеческие игры, хотя бы для подобных случаев. Правда? вот когда я была такая, как вы, мы играли, например, фанты. Правильно, играем фанты. Ура! Пора воскресить здоровые обычаи наших предков! Мама, мама, неси папину шляпу! Зачем же обязательно папину шляпу? Мама, я тебе говорю, что здесь она найдет наилучшее применение. Гоша, ну что это? Ну, кто будет отгадывать? Я, я! Гошка, завяжи мне глаза! Давай! Там были еще Майкины одноклассники, в основном одни мальчишки, вместе со мной и Гошкой. Мальчишек было десятка-полтора, а девчонок, кроме Майки, было только две. Я их как-то сразу про себя окрестил. Одну плюшка, а другую страшок. Не знаю, должно быть, от любви к Майке. Они мне показались страшными уродинами. Что должен сделать владелец этого фанта? Что? Про кукореку. В Гошкиных руках была брошка, принадлежавшая страшку. Она покраснела и надулась. Давай, 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 Давай! Кукореку! Тихо! Что должен сделать, владелец этого фанта? Сделать стойку! Стойку пришлось делать самому толстому из Майкиных одноклассников. Я не умею. Давай, давай, сделай, что приказано. Начальство лучше знает, что ты умеешь, а что нет. Парень долго пыхтел, но с третьей попытки ему удалось все-таки задрать ноги вверх. Он не удержался и хлопнулся на ногу. Так, что должен сделать этот фант? Мне показалось, что Гошка, говоря это, наступил Майке на ногу. А этот фант должен петь «Эх, подумал я, если бы это была моя расческа, ведь я же положил в шляпу расческу. Нет! Гошка держал в руке чью-то шариковую ручку и почему-то давился от смеха. Владелец ручки встал. А я с удовольствием. Тише, тише. Там я ветский уроженец, много горшка видал, видал. Вдруг именинница сорвала с глаз полотенце, скачила и стала колотить этим полотенцем Гошку. Это дурацкая, да, дурацкая игра. И правильно, что в неё теперь никто не играет. Люди должны делать то, что они умеют, а не то, что они не умеют. Это уж я потом узнал, что Майке очень хотелось, чтобы я спел. И она подговаривала Гошку, что когда очередь дойдёт до моего фанта, он незаметно наступит Майке на ногу. И снова начались танцы. И я опять танцую с Майкой. Знаешь что, пускай они танцуют, а мы с тобой давай уйдём. Давай? И мы убежали на балкон. Мы стояли с Майкой на балконе и молчали. Мы были высоко-высоко над Москвой. Был месяц май, её так и назвали Майкой от того, что она родилась в Мае. Ребятки, уйдите с балкона холодно, простудитесь. Победу одержал Виктор Титаренко спортивное общество «Уревесник». Это лужники. Молодой спортсмен выполнил норму мастера спорта. Мы с Майкой сидим на трибунах водного стадиона. Здесь ещё Гошка Вяземской. А Витюха Титаренко это парень из нашего хора, самый сильный человек в училище. Это из-за него стоит такой шум. Виктор Титаренко установил новый всесоюзный рекорд. Шуточное ли дело в 15 лет установить рекорд и получить на грудь заветный квадратик мастер спорта. Да, 15 лет. Вот и мне уже 15 лет. Ну, Жень, идём, потравим? Да ну, там народу, небось. Ну и что? А вдруг не пустят? Да пустят, ведь наш парень. Ну, идёшь? Да не, Гошка, я после, дома. Ну, как знаешь. Пока! Я смотрел на майку. Я думал, ну, как же я мог отказаться от Гошкиного приглашения пойти и поздравить своего товарища Витюху Титаренко с его победой, с его рекордом, со значком, который он теперь получит. А знаешь, в Австралии одна девочка установила новый мировой рекорд, тоже по плаванию. Я читала в комсомолке. Там написано, что это не случайно. По плаванию взрослые не могут угнаться за детьми, поэтому Витька тоже не случайно. Молодец, правда? Я смотрел на майку. И я знал, что не пошёл в раздевалку поздравлять Витюху вполне сознательно и обдуманно, потому что, если бы мы с Гошкой пошли к Витюхе, то с нами пришлось бы идти и майке. Я представил себе, как майка, моя майка, моя майка увидит новоиспечённого мастера спорта, рекордсмена страны Виктора Титаренко во всей его атлетической красе, во всём сиянии славы. Я представил себе, как она скажет ему «Здравствуй, Витя!» и как она улыбнётся ему той улыбкой, которая вот уже полтора года принадлежит мне. Мне одному. И я хочу, чтобы так было всегда. И это не только в плавании, а гимнастика. Я смотрел на майку. В это лето она вернулась из своего Крыма какой-то очень вдруг переменившейся. Коса остригла и сильно загорела. Но не эти перемены меня так поразили. Я не узнал её. Это была и майка, и не майка. Это уже была не девочка майка, а такая маленькая четырнадцатилетняя женщина по имени майка. Я просто обалдел, встретив её и понял, что отныне мне понадобится видеть её каждый день, иначе я помру. Так что извини меня, Витюха Титаренко. Я поздравлю тебя чуть-чуть позже. А теперь я вам расскажу, как всё это кончилось. Всё. Школа, майкина любовь и голос. Да-да, тот самый немыслимый высоты голос, который вы слышали на пластинке. А начну я со своего последнего разговора с Колькой Бирюковым. В одно из воскресеньев мы с ним сидели в сквере у высотного дома на площади Восстания. Колька огляделся, расстегнул какой-то внутренний карман и достал оттуда пачку денег. Видал? Откуда? Оттуда. Со стипендией целый год копил. Во, понял. Я теперь всё могу, что хочешь. А вот захочу, сяду в поезд и уеду отсюда ко всем чертям. Ну ты даёшь, Николай Иванович. Тебе ведь учиться ещё два года. Учиться? А зачем? Как зачем? Ну зачем? Ну вот тебе надо. Ну как зачем? Всем известно зачем. все ведь учатся. Слушай, Женька, ты только ничего такого не подумай. Ты небось думаешь, что я это со зла. Я не со зла, наоборот. Потому что мне не нравится, когда маленьких обманывают. Кто обманывает? Ну они. Они? Кто они? Как обманывают? Ну обманывают. Понимаешь, Женька, это такой разговор, это, понимаешь ли, взрослый разговор. Ну ты знаешь, от чего мне запретили петь? Ну? Потому что мутация. А что такое мутация? Знаешь? Не знаешь. Это когда пацаны становятся мужчинами. Понятно? Ну допустим, ну и чего? И вот когда бывает мутация, петь нельзя. Потому что ломается голос. Очень долго ломается. Целый год. Это вроде болезни, только не от микробов, а так. Ну закон природы. И если у тебя сейчас дисконт, то потом, после мутации, будет бас. А если альт, то будет тенор. Понял? Ну, ну значит, у нас с тобой будут басы. А чем плохо? Очень даже прекрасно. Не будет. Чего не будет? Ничего не будет. Не будет никакого голоса. Ну как это не будет? Совсем что ли? Ну станься, конечно, разговаривай там тары-бары. А петь? А петь не будет. Ну почему? Ну так, так. Ну закон природы. У меня, например, не будет. Это я, понимаешь, чувствую. Ну и у тебя, Женька, не будет. Ну только ты не обижайся. Я ведь с тобой честно, по-товарищески. Ну чтобы ты заранее знал. Так. Ну ладно. А откуда ж тогда берутся настоящие певцы? Настоящие, которые в опере поют, по радио, Лемешев. Откуда? Да чудак ты. Они не с детства поют. У них потом, когда взрослыми становится, открывается голос. И это уж на всю жизнь. Ну ты прикинь, сколько их настоящих голосов? На тысячу людей один и то навряд. А у нас в училище всего двести. И ты хочешь, чтобы каждый остался при голосе? Не бывает этого, Женька. Закон природы. У нас в старших хвалилось. Я дольше всех пел, у меня задержалась мутация, а теперь и мне каюк. Так-таки ни у кого не остается, что ли? Почти ни у кого. Я только про одного парня знаю, что он вроде бы сохранил голос, певцом стал. И то не из нашего училища, а из ленинградского. Один на тысячу. О чем же я думал тогда, слушая Кольку? Смешно сказать, но я и не верил ему. Не мог поверить. То есть, что он не врет, я знал, и о мутации, конечно, слышал. Но чтобы это могло случиться со мной, нет, в это я не верил. Один на тысячу. А хоть бы и один на тысячу. Я-то знал, кто им окажется этот один на тысячу. Евгений Прохоров. Советский Союз. А он убежал. Колька Бирюков убежал. Убежал? Как убежал? Куда? Убежал. А Владимир Константин знает? Знает, он приходил сюда и в милицию уже звонили, чтобы искали. Интересно, куда он может быть? На Кавказе? В горы? На кой черт ему твой Кавказ? Скажи еще на курорт. Я думаю, что он будет в Конго пробиваться, к Лумумбе, воевать против белых. Так ведь он, Коля, сам белый. Что? Он красный, а не белый. Ты что, не знаешь, что тут не от кожи зависит? Да не пробьется, на границе поймают. Гошка, иди сюда. Чего тебе? Ну, иди сюда. Ну, чего? Гошка, слушай. Только ты никому не проболтаешься? Ладно? Ну, ладно, ладно. А чего? Ну, в общем, у Кольки были деньги. Много. Я сам видел. Да? А как ты думаешь, откуда? Со стипендией. Он целый год копил. Понимаешь, значит, он давно уже решил. Да. Ну, и правильно решил. Как? Почему он правильно? Да так. И знаешь, что я тебе скажу? Я бы сам сбежал. Да нельзя. У меня тут родители с ума посходят. А еще через некоторое время я получил от него письмо. От Николая Ивановича Бирюкова. Женька, это я. Как ты поживаешь? Я поживаю нормально. Только ты никому пока не говори. Я нарочно не пишу на конверте обратный адрес, чтобы никто не узнал. Я даже тебе не могу сообщить, чтобы не подвезти людей. В общем, я теперь живу в одном месте и работаю в зверсовхозе. Кем не важно. Женька, насчет меня ведется розыск. Это Владимир Константинович старается. Из милиции уже поступил запрос. Но его здесь нарочно маринуют, потому что через месяц мне исполнится 16 лет, и тогда меня никто не сможет заставить вернуться обратно. Я сам, когда надо, напишу в ВК, чтобы он выслал сюда мои документы и справку для получения паспорта. Люди здесь хорошие, они все понимают. А ты, Женька, еще поешь? Ну, попой. Счастливо. К. Б. Да, я еще пел. Но все равно Колька оказался прав. Это случилось. По-другому, чем у Кольки, как это бывало всегда. Но случилось. Жень, а Жень, Жень, проснись. Слышишь, Жень? Это будет меня мой тезка, Женька Усачев из третьего класса. А заснул я после обеда и сплю, и около меня на подушке лежит «Что делать Чернышевского?» И сон смотрел меня как раз на втором сне Веры Павловны. Жень, ну, Жень. А? Чего ты? Там тебя какой-то дяденька спрашивает. Где? На улице у ворот. А зачем? Не знаю. Безобразие. Не дают человеку книжку посчитать. Так ты ж спал. У ворот общежития действительно прохаживался гражданин, очень представительный гражданин в твёрдой шляпе с короткими полями. Он заулыбался и направился ко мне и протянул мне руку, будто старому знакомому. Я вначале удивился, откуда бы ему знать меня. Но потом решил, что он видел меня в концертах. Здравствуй. Я Виктор Викторович. Здравствуйте. А я Женя. Очень приятно. Пройдёмся? Давайте, а чё не пройтись. Женя, тебе известно, что искусство принадлежит народу? Известно. Кому же ещё? Правильно. Народу принадлежит. Массам. Верно? Ну, ещё вот. А известно ли тебе, что художник обязан нести массам своё искусство? Идти навстречу культурным запросам? Ну да, только нельзя покороче. Молодец. Как у тебя завтрашний вечер? Свободен? Свободен, а что? Ну, уроки, конечно, надо готовить. Ну, это, в общем, ерунда. Нехорошо, Женя. Уроки надо делать. Только надо их сделать пораньше, а в 17.00 надо стоять вон на том углу. Видишь? Вижу. Очень хорошо. Туда подойдёт микроавтобус, и я буду в нём. Понял? И поедем. Куда? К народу, к массам, недалеко, 42 километра. В 12 будешь дома. Ну как, нет возражений? Лично у меня нет. Но, вы знаете, вам нужно договориться с директором. Да, с Владимиром Константиновичем. А я предполагал, что имею дело со взрослым человеком. Где уж нам? Мы ещё маленькие. Дурачки. Ну вот теперь вижу. Ладно, в общем, до свидания. Женя, Женя, погоди. Ну зачем же? Ну зачем же так? Давай поговорим серьёзно. Женя, я хочу, чтобы ты понял. Ну скажи, почему везде и всюду этот Лабертино? Лабертино? Ну да, этот самый Лоретти. Да куда ни плюнь. Ну почему? Откуда у нас это преклонение перед заграницей, а? Не знаю я. Ну что же, у нас в России нет голосов. Ну что, нету талантов? Нету своего Лабертино? Робертино. Неважно. Женя, ты будешь получать 20 рублей за каждое выступление. Пока договоримся на 10 концертов. Значит, завтра. На сколько? В 17.00. Вон на том углу подойдёт микроавтобус, и я буду в нём. Понял? Так, насчёт костюма. Ну это мы подберём. А потом и сам купишь. А вот теперь насчёт репертуара. Надо бы что-нибудь дать из Лабертино. Робертино? Ну да, из Ларетти. Публика потребует. Ты знаешь? Слов не знаю. Это я предусмотрел. На, держи. Разберёшь? Так ведь это этот, итальянский? Итальянский, конечно. Самый итальянский какой же ещё. А я не знаю итальянскому, немецкий в общем. Ах ты. А ну дай. Слушай, так ведь буквы-то у них, у всех одинаковые. Заграничные буквы-то. Ну какая разница, разберёшь. Ладно, давайте текст. Так не забудь. В 17.00 вон на том углу будет стоять микроавтобус, и я буду в нём. Понял? О чём я думал тогда? И когда говорил с этим жуликом, а я ведь сразу догадался, что он жулик, после разговора с ним, и потом ночью, когда не спал почти до утра, о разном думал. Думал о Владимире Константиновиче, и не спал я из-за Владимира Константиновича. Дело в том, что не так давно у нас в училище был милиционер, и я сразу понял, что они с Владимиром Константиновичем говорили о Кольке Бирюкове. Кольку, как мы узнали, недавно нашли, только ему уже исполнилось 16 лет, и он уже стал полноправным гражданином и мог сам распоряжаться своей жизнью. А милиционер всё спрашивал, нельзя ли обеспечить в училищах такой порядок, чтобы ученики больше никуда не убегали, и их не нужно было бы искать по всему Советскому Союзу. Они говорили два часа, и Владимир Константинович очень расстроился. У него обострилась болезнь печени, и он попал в больницу на полтора месяца. Вот я и думал, что было бы, если бы Владимир Константинович узнал насчёт этого типа Виктора Викторовича, если бы он узнал, что завтра в 17.00... Выступает Женя Прокоров, наш советский Робертино Лоретти. Неаполитанская песня «Санта-Лючия». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но совхоз в 42 километрах от Москвы был, по всей вероятности, большой, потому что в этот маленький зал набилось уйма народа. Аплодисменты 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 по геометрии. Чего ты молчишь? У тебя тройка по геометрии. Вот и приналяешься, голубчик, на геометрию. Ну, ступай, Жень. Следующий. Ты напрасно так волнуешься, Женя. Это совершенно естественно. Это возраст. Ты становишься взрослым. Должен вести себя, как настоящий мужчина. Иди же. Следующий. Я так и не сказал тогда ни одного слова. О чем я думал тогда? Не знаю. Ни о чем. Я молчал. Я просто был не в силах вымолвить ни одного слова. А после уроков, как было условлено, мы встретились с этим типом, с Виктором Викторовичем. Ну, поздравляю. Дворец культуры металлургов только что отгрохали. Тысяча мест. Ну, как? Виктор Викторович, я... Афишу уже молюют. Начало в 19.00. До туда час езды. Значит, собираемся... Виктор Викторович, я... Что? А, ну да. Чуть не позабыл. Тут еще тебе причитается. Виктор Викторович, я не поеду. А? А как это не поедешь? Ну, так я не смогу поехать. Что значит не смогу? Да ты что? Да там уже афиши висят. Билеты продают. Что за глупость? Да это не глупость. Правда, я не смогу. Да почему, Женя? В чем дело? Понимаете? Мне нельзя петь. Как это тебе нельзя петь? Ну, так. Ну, нельзя. Врач запретил. Но это пока временно. Ах, вот оно что. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо получилось-то. Вот оно что. Ну, это временно. Понимаете? Это может быть ненадолго. Это так бывает, что это совсем ненадолго. Ну, значит, всё. Ай-яй, как нехорошо. Тысяча мест. Значит, всё. Что всё? Что всё? Всё, значит, всё, Женя. Всё. Нет. Нет! Ты что? Ты что? Ну, зачем же ты? Ну, зачем же? Когда? Что когда? Когда ехать. А ты сможешь? Когда ехать, я спрашиваю. Завтра. В половине шестого. Вон на том углу будет стоять микроавтобус. И я буду в нём. И поедем. Как обычно. Хорошо. Я буду. До свидания. Выступает Женя Прохоров. Наш советский Робертино Лоретти. Шубот. А вы, Мария. Похлопаем, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот когда я понял, что Марья Леонтьевна ошиблась, я пою, я пою, я буду петь. Хоть она и доктор, но ведь бывает, как я слышал, такие отдельные случаи, когда и доктора ошибаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это самое? Я почувствовал, как перехватило горло. Его как будто сдавило железной рукой. Я напрягся, стараясь разжать эту железную руку. Я бледнел, казалось бы, при таком невероятном напряжении, связок напряжений всех оставшихся у меня сил. Я должен был бы побагроветь от натуги, но я бледнел. Да, я прошел все-таки долгую и суровую школу Владимира Константиновича. И она выручила меня. Я последним усилием совладал с голосом. Все, я сорвал голос. Осталось совсем мало да сказать о Майке Вяземской, моей первой любви. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Да. Мама? Мама, это я. Да. Мам, Майка дома? Дома. Позвать? Да, позови, пожалуйста. Женька, Женька, держи трубку. Алло, алло, что тебе, Гошка? Алло. Да. Здравствуй. Здрасте, кто это? Ну, это я, здравствуй. Здравствуй. Когда и где? Я не знаю. Давай сегодня. На Маяковке. Ой, нет, сегодня я не могу. Ты знаешь, у меня уроков много, будет контрольная. Ну, ладно, ладно. Тогда завтра. Там же, ладно? Завтра? Нет, завтра я тоже не могу. Мы с мамой идем к портнихе. А послезавтра? Послезавтра? Послезавтра. Ой, нет, ты что, послезавтра я никак не могу. Это же суббота. А в субботу я иду в Дом кино. А эта девочка одна достала билеты, всего два билета. Представляешь себе и мне. Ну, тогда, значит, воскресенье, ладно? Воскресенье? Кошмар. К нам в воскресенье придут гости. Нет, я не смогу. Ну, когда же, Майка, когда? Когда? Ой, ты знаешь, ну, прямо не знаю. Майя! Майя, уроки! Майя, уроки! В тот день, когда мы разговаривали с Майкой по телефону, я набросила трубку, Гошка мне рассказал про ее новую дурость, как он выразился. А я, стало быть, уже старая дурость. А новый был шахматист. Сыграл в ничью с Петросяном. Один из сорока на сеансе во дворце пионеров. Женя, что это такое? Я просто не понимаю. Я отказываюсь понимать. Владимир Константинович, я исправлю. Женя, пожалуйста, сядь. Ты мне все-таки должен объяснить, что это такое. Что я ему мог объяснить? Как я ему мог объяснить, что сейчас теперь я понял, я ненавижу теорию музыки и практику заодно. Как я мог ему объяснить, что я ненавижу музыку? Спасибо. 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 Что я� to beat you? Продолжение следует...